Расскажи, как Я просто пытался понять, потому что она собралась в Америку ехать, а я на Урал на миссию. И вот как сделать предложение в одной фразе? Я спросил, а любишь ли ты миссию? Она сориентировалась, поняла, и она сказала, если Господь тебя туда ведет, то я с тобой готова везде, куда Бог. Конечно же, я не мог не отреагировать на такую жизненную позицию женщины, и я счастлив все 29 лет, слава Богу. И сегодня тема нашего разговора как раз вот об атмосфере семьи. Тема заданная, это не то, что хотелось бы, это то, что надо. К тому же еще и вот потребности его и ее. Мы постараемся не отходить от этой темы, но как-то, когда Влад мне позвонил и сказал об этой теме, я был в спортзале. И я подумал, атмосфера, понятно, атмосфера семьи, понятно. Отзанимавшись, я пошел переодеваться в раздевалку мужскую, спортзальную, если кто-то был в мужской раздевалке спортзальной, атмосферу, помните? Это не то, что гримерка женская, и атмосфера там, там чувствуется мужской дух и все такое. Я почему об этом говорю, друзья? Потому что, когда мы как-то так романтически говорим об атмосфере в семье, и вот так вот соприкасаясь с райской атмосферой, то хочется какое-то окно найти, которое бы открыть прямо в рай, в небо, чтобы оттуда задуло нам. И, наверное, все искусство, создавая райскую атмосферу дома, как раз вот заключается в этом особом откровении. Что же открыть? Куда же направить наше восприятие, чтобы вот оттуда все пришло в наш дом? А правда жизни-то в другом. В чем? Каким образом создается семейная атмосфера? От атмосферы мужа, чем он пропитан, и от атмосферы жены, чем она пропитана. И дальше работает химическая реакция. Соединяясь вместе, эти химические элементы и создают вкус, ощущение, запах, и то все вместе взятое, что мы называем атмосферой. Поэтому в чем-то она похожа, семейная атмосфера той или другой семьи, но есть свои нюансы и есть свои оттенки. Как мы вкладываемся, как мы создаем эту самую атмосферу. Конечно же, сожительствуя вместе, понятно, если как-то не так повеяло, ну, обязательно хочется обвинить его, а она, соответственно, его в том, что что-то не так. Но дай Бог нам сегодня, поговорив об этой теме, каждый для себя поняли, а что я должен сделать? Вот что от меня требуется? Что возможно от меня? Какая моя инвестиция должна быть в том плане, чтобы наше сожительство, которое определил Господь нам на годы здесь, в земную нашу бытность, было, правда, и романтическим, и приятным, и легким, и с бодрячком, и с настроением, и со всеми отсюда вытекающим, что от меня зависит. Как-то мне вспомнилась эта давняя одесская история, когда муж, просыпаясь ранним утром, говорит, ты знаешь, милая, открыв глаза, сон видел, божественный, лестницу Иакова. И что? Ангел подошел ко мне, дал мел и говорит, у тебя есть шанс подняться туда, чтобы вот ощутить всю эту прелесть, только условие одно. На каждой новой ступени, когда ты будешь вступать, записывай какой-то свой недостаток, какое-то греховное действие, которое у тебя было, и поднимайся, пиши и поднимайся. И жена говорит, и что? Говорит, ты знаешь, с третьей на четвертую переступил, стою и вроде как бы хочется туда, и не знаю, что писать. А потом поднимаю глаза, смотрю, а ты сверху спускаешься. И она говорит, и что я там была? Говорит, да нет, у тебя мел закончился, ты за другим куском пошла. Ну, как бы это тоже создает определенное ощущение комплиментами нашими, да, друг другу вроде как бы так ненавязчиво, как бы откровение шло, тут я ни при чем, Господь открыл. Ну, лечим друг друга. Как все-таки оно должно быть и как правильно? Понятно, что мы устроены сложно. Господь сотворил мужчину отдельно, женщину отдельно. Понятно, что есть огромное количество отличий. Вот, отличия женщины, отличия мужчины. Отсюда и восприятие реальности, отсюда и потребности в запросах душевных и эмоциональных. И встречаясь вместе, начиная жить вместе, мы с точки зрения личностной оцениваем потребности другого. И что бы мне хотелось, я так воспринимаю, что ей надо, она, соответственно, так же. И не до конца мы можем понять, осмыслить и разобраться друг в друге, чтобы служить друг другу, созидать эту самую благословенную атмосферу. Так вот, когда я был озадачен говорить на эту тему, понятно, есть пять языков любви, которыми можно поговорить с женщиной. Есть пять языков любви, которыми можно поговорить с мужчиной, чтобы он все понял. И мы это знаем. И есть сложные более вещи. Есть 33 совета жене, 52 совета мужу. Я даже встречал 103 совета мужу. Я думаю, кто писал это? Муж после трех пунктов уже не соображает. Ему нужно все как-то упростить, все лаконично и конкретно. Так вот, в этом смысле очень нравится Иисус Христос, как Он подошел к этому вопросу. Вы помните, что народ Божий начал образовываться после Моисея, скажем так, в какие-то поведенческие нормы вокруг, после Авраама, вокруг Моисея. Моисей первый, кто прописал правила сожительства, правила взаимоотношений между собой на горизонтальном уровне, правила взаимоотношений со всемогущим Богом и Еговой, которому служил и поклонялся народ Израиля и которым он жил. И это сложно. До сих пор, начиная с января, мы усердно стартуем, читаем Священное Писание. Кто не начинал с января Библию читать? Кто дошел до Откровения? Меньше. Где запнулись? Некоторые на левитах, некоторые до чисел добрались, а некоторые выдохлись на второзаконии. Почему? Потому что материал сложный. Я говорю, так что, для интеллекта 21 века это сложно? Это же было написано даже не для нас, для тех, кто жили 3000 лет до нас. Это был такой каменно-пещерный век. Но им были установлены эти самые правила, с которыми они неплохо разобрались. И 10 заповедей, и моральный закон, и всякие нормы, и поднормы, которые требовалось соблюдать и на поле, и в огороде, в жизни, и в соседских отношениях, родственных, бизнес-отношениях, с Господом, все приношения, жертвы, праздники, новомесячи и так дальше. Это все было непросто. К тому времени, когда Христос пришел на землю, понятное дело, что закон упростился, закон немножко реформировался, и все было сложно. Фарисеи свои варианты предлагали, саддукии свои, учителя прочие, иные варианты исполнения закона. Христос пришел, и для него была масса вопросов. Если ты учитель от Бога, то объясни. Если ты сын Бога, то расскажи. Иисус, озадачившись, однажды сказал, друзья мои, чтобы суммировать все это, о чем писал Моисей, так многословно и детально, чтобы сделать общий анализ всех пророков, которые были до нас, говорю вам следующее, на простом, понятном и доступном языке, заповедь номер один, которая вмещает в себе все и вся, заключается в следующем. Подскажите, мы хорошо знаем, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, всею душою, естеством, всей природой своей. И через запятую и вторая, подобная первой, как она звучит, и ближнего своего, как самого себя. И Христос говорит, вот в этом, в этих двух заповедях, весь закон и все пророки. Поэтому мы сегодня не будем записывать 25 инструкций для мужчины, мы попытаемся на двух главных вещах сосредоточить наше внимание. Наверное, даже одной глубокой, фундаментальной и забытой. Я бы хотел о любви поговорить, о сущности любви. Оно кажется вроде бы и просто и понятно, но с другой стороны, как мне кажется, как-то в наши дни, любовь ушла на периферию, библейское понятие любви, библейская осмысленность. Как-то немного нивелировалась любовь, обесценилась в ее библейском контексте. Мы изменили смысловую нагрузку до неузнаваемости. Мы ведь много говорим о любви. Послушайте фильм, посмотрите фильмы по названию хотя бы. 90% так или иначе на любви построены. Песни современные, всякие в социальных сетях, огромные посты, высказывания и так дальше. Огромнейшее количество информации о любви оказывается. Но почему не срабатывает? Но почему так много разводов? Почему сирот много? Почему трагедий, трагизма много? И даже на бытовом семейном уровне что идет не так? Все говорят о любви. Все объясняют любовь. Почему не работает? Как-то тоже слышал историю. Жена говорит мужу, слушай, дорогой, вот соседи новые приехали. Посмотри, как у них все мило. Он двери открывает ей, слова какие говорит, ухаживает как за ней. Ну, а что ж ты так не делаешь? Он подумал секундочку, говорит, дорогая, ну как я могу так делать? Так я ее вообще не знаю даже. И так бывает. Понимаете, мы вроде как бы пытаемся этот вопрос немножко подучить, подкомментировать. Возвращаясь к священным писаниям, дорогие, что получается? Апостол Павел пытался профессионально обозначить позицию мужа и жены относительно друг друга. И он писал об этом в Ефесской церкви. И вы помните, как это в пятой главе звучит. Мужья что? Подскажите. Любите своих жен. А жены? Жены, писал апостол Павел. Повинуйтесь своим мужья. И вот в этом смысле, знаете, нередко звучат, когда я прошу озвучить, что же там, вот как жены должны себя вести в качестве повиновения. Из зала слышу немало мужских голосов. И у меня возникает вопрос, как бы, а при чем тут мужские голоса? Это же женщинам вообще написано. Так получается, что мужчины очень часто читают правила, которые адресованы женщинам. В то время, как женщины читают правила, адресованные мужчинам. Может быть, отсюда вся эта эквилибристика идет. Потому что вроде как бы мы знаем, понимаем, но не с той стороны подходим. Ведь если читать Священное Писание, первая мысль, которую я хотел бы, правда, озвучить. Апостол Павел, понятно, он не мог отдельно рассылать письма в те времена. Он не мог создать в Вайбере или где-нибудь в соцсетях специальную группу для женщин-христианок, чтобы им рассказать. И вторую группу по секрету мужчинам, мужики, вы должны быть здесь, вы должны меня слушать от первого лица. Нет, он писал это послание церкви, только в определенное время писал мужья. И это следует понимать, что здесь апостол Павел обращается к мужьям. А потом пишет, так же и вы, жены, и теперь обращение к женам. Как это следует понимать? Следует мужчинам прочитать под словом мужья. Так что же нас касается? Ага, вы должны любить, жертвуя собой, как Христос церковь, до конца и безусловно. Ах, вон оно что! Ну, нередко в моей пастырской практике я встречаю мужчин, которые приходят ко мне и говорят, ты представляешь, уже не знаю, как дальше жить, а что такое? Не уважает жена, не слушается. Я ей уже и показываю, ну написано же! И ничего я не могу сделать. Не уважает и не уважает, не слушается и не слушается. И приходится говорить, дорогой, а где в Библии написано, чтобы ты, чтобы муж требовал послушания и уважения? Ну, такого же нигде нет. А где написано женам, жены, мужья должны вас любить? Мы говорим о том же, только чувствуете с другой стороны. Друзья мои, я делаю первое заявление, может быть, оно некоторых удивит, но в Священном Писании женщины нигде нет обещания, что вас будут любить и на руках носить. Такого нет в Писании. Мужья, в Священных Писаниях нет нигде обещания, что жены вам будут покоряться и послушаться и шуршать и бегать. Не написано такого. Откуда вы взяли, что это она должна вам что-то делать? Такой рекомендации. К тому же нигде нет рекомендации о том, что муж, ты должен научить свою жену себя, ты должен заставить свою жену себя уважать, иначе ты не мужчина вообще. Послушайте меня дальше. Так даже в Священных Писаниях нигде не написано, что дети должны послушаться вам. Покажите мне это. Апостол Павел, знаете, что сказал родителям? Послушайте меня. Не раздражайте ваших детей. И все. А потом, как бы забравшись в детскую комнату, он говорит, «Деточки, слушайте меня сюда. Почитайте ваших родителей, потому что. Послушайтесь вашим родителям, потому что». А мы как бы переадресовываем все эти послания наоборот. И потом удивляемся, что ж так не получается? Что ж оно так не идет, как хотелось бы? Потому что вдруг мужчины начали читать послания, адресованные женам. А жены начали читать послания, адресованные мужчинам. И оно не складывается, оно и не может сложиться. И, наконец, встречали такое? Кто-то приходит, «Что там за церковь в дом хлеба?» Говорят столько везде. «Ну-ка я зайду». «Ты знаешь, поют неплохо, должен вам сказать». Потом говорит соседу. Да и проповедуют вроде ничего, но любви не хватает. Ни на парковке любви не встретил. Ни в коридоре любви не посадили, не обняли. Ни про вентиляцию, вот это все не сделали. И жарко, и внимания не забыл. Не. Неплохо, но любви не хватает. И у меня вопрос. А где ты читал, что в церкви тебе должны давать любовь? Ну, я странно говорю, но где? Где Писание обещает, что тебя должны любить в церкви? А как Писание говорит? Ты должен любить. Писание говорит, ты должен служить. Писание говорит, ты должен отдавать. Понимаете, какая схема получается? Вот я пришел, и я понял, что моя проба должна быть связана с вот этим уголочком романтики. Я пытался понять, а где мое место здесь, и какая моя роль здесь? Ну, в принципе, как вам эта картинка? Меня, в принципе, устраивает. С моей человеческой точки зрения должен, я понимаю мою роль. Я пришел, я женился в 26. Я ждал, мечтал, терпел, книжек начитался про любовь романтическую. Пришел, сел. Где ты, моя любимая? Ну, люби меня, я пришел. Чаек, бутербродики, не с рыбкой, ну, вот салка не надо, не кошерная. Вот телевизор где? Моя любимая программа. Люби меня. А она ведь тоже мечтала о романтике. Она пришла, тихонечко подсела и так, свечечки, даже некому зажечь, кофеечек даже некому подогреть. Вроде пристроилась в семейную жизнь, вроде бы присела рядышком. И что получается? И мы сидим и ожидаем. Мы ж ожидаем любви большой. Мы ж книжек начитались. Ну, сейчас должен был быть отсюда вулкан страстей и всякого служения ко мне. Этот вулкан сидит с ногами на столе и ждет. Чего ж ты ждешь? На соседа посмотри. А он сидит и говорит. Я тут чувствую, что я сам с собой разговариваю. Это возрастное. А он сидит и думает. Подожди, подожди. Мне рассказывали про вот эти женские штучки. Я-то ожидал, что сейчас я присяду. И у меня тут, говорят, бабочки аж до горла доходят. Она села бабой. Даже мурашек по спине нету. Надо идти к пресвитеру. Что-то любовь прошла. Как-то вот я что-то растерял любовь. Где-то нету ее. Потому что я-то ожидал. Мне-то рассказывали. Я-то в книжках читал. А где это все? Мы о любви говорим, дорогие, которая либо есть, либо ее нет. Тогда я по старинке пытаюсь разобраться. А что же такое любовь? Это как Валера говорит, она есть и это... Или, как говорят у нас, любовь прошла. Что там повяло? Помидоры. Кто-то говорит, огурцы. Ну, когда уже вянет. А вроде любовь хочется. И как с этим быть? Она есть или нет? Она должна или не должна быть? Я хочу рассказать одну библейскую историю. немножко переключимся. И потом вернемся к этой теме. Потому что главная моя мысль, чтобы мы обозначились с любовью, мне кажется, это фундаментально и очень важно для всех нас. Итак, в качестве примера. Вот, какого бы... Какой библейскую историю, библейскую семью мы бы с вами взяли бы, чтобы как-то на нее посмотреть со всех сторон и понять. Вот она! Вот он, пример для подражания. Вот эта семья. Конечно же, что первое приходит как бы на память библейскую нашу. Это первая семья на земле, Адам с Евой. Но здесь много не разгуляешься, потому что об их семейной жизни только один стих. Помните, как там написано? И были оба наги, и не стыдились. Точка. А дальше уже пошло все с третьей главы бытия. Там змей вмешался, и уже все понятно. Что об этом сказать? Ну, вроде как бы можно попредставлять, нарисовать, но, наверное, не та семья, которую можно было бы обсуждать в течение церковного собрания. Есть другая. Ну, мы же знаем все, Давид, который пел вот как, песен написал, мы с вами поем до сих пор. Ну, он-то романтик, он-то знает душевные все ощущения. Ну, можно... Давайте о Давиде поговорим, о его романтической любви и взаимоотношениях жертвенных. Только сложность в том, что мы не знаем, с какой женой его тут пристроить. То ли с Версавией, то ли с Милхоллой, то ли с кем-то еще. Не Давид. Давайте о сыне его поговорим. Ну, тот человек любвеобильный в притчах о любви говорил, как никто другой, только любил всех. Настолько всех, что даже всех фамилий мы не знаем. Тоже как бы не трогаем. Новый Завет. Вы знаете, я нашел в Новом Завете правда одну интересную очень семью. Потому что, знаете, обычно, когда разговариваешь с семьей, и с семейными всеми этими проблемами. У кого-то проблемы на кухне, в плане горячего борща или вчерашнего. У кого-то в спальне проблемы. Это тоже своя тема. Вот что-то не строится, не ладится. А некоторые еще говорят, есть третья группа, где проблемы в финансах. Знакомо? Мужу хочется чуть подсэкономить, жене чуть-чуть подрастратить, и вроде этот кошелек тянут друг другу из кармана в карман. И вот это все происходит. И кажется, ну вот здесь бы единомыслие в подходах к финансам. Вот она удалась, семейная жизнь. И что вы думаете? Мы находим семью в Новом Завете, у которых такое единомыслие в финансах, что просто не встретишь ни в Новом, ни в Ветхом Завете. Они договорились одинаково продать. Определить десятинку в церковь. Остальное себе оставить. Муж пошел первый с деньгами к апостолам. Помните, Анания. Приносит денюжки. Жена, поддержка. Вы представляете, для мужчины поддержка такая. Приходит и говорит все, что муж сказал. На его стороне не то. Помните, чем закончилась и как плачевно их семейная жизнь. Вот эта идиллия взаимоотношений, взаимопонимания, вот общего взгляда на все не то. Я бы взял в основание поговорить о семье, известной для нас, потому что в евреях написано о муже, об Аврааме. Он человек вер. Через несколько стихов про Сару не просто написано как помощница, а написано Сара верою. Это тоже женщина веры. У него были свои подвиги. У нее были свои подвиги. И вместе они прошли непростой жизненный путь. Прошли. Оставили наследие. И теперь мы, уверовавшие, себя как-то соотносим туда, как люди веры нашего времени. Это некие наши с вами духовные правоцы. Так вот, если хотя бы бегло взглянуть на их жизнь, на их перипетии, не все просто складывалось, а именно. В 11 главе мы вдруг узнаем о Саре. А что мы о ней знаем? Мы вообще не знаем о ее родстве, откуда, об Аврааме, хотя бы пару слов, какая-то общая картина о его отце, о территории, где жил, и взял он себе жену. Очень коротко. И про нее. И она была, первая, бесплодна, и вторая, второе, не рожала. Точка. Больше нет других характеристик. Но можно хоть одну какую-то, с другой стороны, что-то такое. Это все, что мы знаем о Саре. И это правда. И вот этот легендарный Авраам взял для себя в спутнике, в жену, женщину, вот с такой характеристикой, и они пошли в путь, следуя Божьим указаниям и водительством Святого Духа. Это непростое путешествие. Имея в виду, что они не бизнес построят, а потомство, огромное, бесконечно, как песок на берегу океана. Проходят путь. Потом мы встречаем, дальше, следующая, буквально следующая глава, мы встречаем вообще удивительную историю, я буквально на некоторые вещи хотел бы просто обратить внимание, с точки зрения нашей ментальности. В 12 главе написано, когда был голод в той местности, где они жили, они опустились на юг и зашли близко на территорию Египта. Авраам, как продуманный еврей, понимал, что могут быть проблемы. А с чем связаны проблемы? С бездетностью? Нет. Еще другая характеристика была у Сары, которая не прописана. И вот теперь Авраам комплиментом своим, нам ее открывает. И смотрите, как Авраам обращается к Саре. Когда же они приближались к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. Комплимент неплохой, скажите. Но Авраам продолжает говорить дальше, что с этим будет связано. Так вот послушай, когда мы придем в Египет, они ведь заметят тебя, мужчины. И это не то, когда ты гуляешь своей красавицей с женой по фонтанам или как не по фонтанам, а около фонтанов, как там гуляют, в районе фонтанов. И кто-то бросает беглый взгляд, и ты сечешь, и понимаешь, и держишь ее за руку покрепче, ишь ты, мужики. А здесь другая ситуация. Здесь Авраам понял, что это даже опасно для его жизни и для здоровья. И смотрите, как он говорит ей, дорогая, ты же красивая, и ты это знаешь, и я знаю. Но когда египтяне присмотрятся на тебя и скажут, это его жена и убьют меня. Но на этом все не кончается. Не нас, а меня. А ты останешься жить. Как? Ну как? Философский вопрос, на который нужно как-то ответить. И знаете, что он подумал дальше? И он пишет, послушай, есть идея, а ты скажи им, что ты мне сестра. Знаете, почему? И он объясняет ей все чисто, без подтекста, без междустрочья, чтобы мне хорошо было ради тебя, чтобы жива душа моя была. Согласилась, не согласилась, скорее всего, согласилась ради любимого человека. Писание говорит, и когда пришел Авраам в Египет, заметили крайнее там, потом передали главным, а главное уже фараону самому, ну, понятное дело, забрали ее в присутствие фараона. Куда? В Гарем. Есть такое место на востоке. Так вот, а что дальше? И Аврааму хорошо было ради нее. Мало того, и был у него мелкий скот, и крупный скот, и ослы, и рабы с рабынями, и лошаки, и верблюды. Я думаю тогда, вот романтика началась. Он выходит на рассвете, поднимается солнышко, и вот где-то в районе горизонта лошаки тешат сердце Авраама. Хорошо ему ради нее. Это ж ради нее, вот добродетельный-то муж, не как-нибудь отметил, что это не его успех, это не он талантлив, это ради нее у него бизнес прет. На территории Египта. Ну, это прописано здесь. Эта история закончилась. Вмешался Господь, они оказались снова вместе. Интересно, мне трудно предположить их встречу, все-таки, как они встретились, и как они, как отреагировала Сара, и как все-таки Авраам, пожимая плечами, пошли дальше. Между прочим, читая, забегая наперед, мы встречаем, еще одна история была такой же. Снова Авимелех царь, и снова у Авраама опыт. Он знает, от чего зависит его благополучие, от чего зависит его бизнес, просто жену в горе, мне тебе хорошо. Конечно же, повторил. Но между ними есть еще одна история. Когда все-таки случилось так, с ним же еще племянник ходил. И вот напали на племянника местные цари. Забрали в плен племянника. Знаете, как Авраам отреагировал? Вооружил рабов, и пошел отбивать племянника. И у меня вопрос, а почему жену не отбивал? Потому что за племянника хорошо не было, а за жену хорошо было. Или как? Потом случается история, когда все-таки Господь вмешался. Бог явился Аврааму, помните эти клубы дыма, громы, молнии. Авраам проходит между рассеченных животных, и Господь говорит ему, Авраам, от тебя произойдет великий народ. Авраам воспрял духом, вот оно, вот он, песок на берегу моря. И спускается с потрясающей конференции, от пророческих слов, в обыденную реальность понедельника. И знаете, что о понедельнике пишет Священное Писание? А Сара все еще была бесплодна и не рожала. И знаете, как вот после конференции там, и ты на земле. Проходит время, видит Сара его потухшие глаза, как-то настроения нет, вроде бы бизнес растет, верблюды умножаются, лошади умножаются, все хорошо, а счастья в глазах нет. Знала Сара правду. И однажды вечером, не выдержав, говорит, слушай, есть решение проблемы, у тебя ведь есть нестандартное решение, ты же отправляешь меня, вот, куда надо. Ну, можно я решу вопрос? Вариант! Зайди к служанке. Он говорит, ты знаешь, дорогая, не думал об этом, вообще думал книжки вечером почитать, ну, ты просишь, ну, как не слушать жену? Ну, просто только потому, что ты попросила. Потом родился Исмаил, и Сара начала уже как бы действовать, вы помните, как она ему говорит, это ты виновен в наших отношениях, это из-за тебя разрушена атмосфера в семье, это по твоей причине у меня слезы, это счастья нет, мира в сердце, вон кто всему виноват. И поехало. Помните, как там это все описывается? Друзья мои, в результате проходит время, Бог много не разговаривал после этого, 13 лет с Авраамом не разговаривал, потом вернулся Бог и продолжал разговаривать, и пришли посланники от Бога, и родился у них чудом их долгожданный сын Исаак. И через время, когда Бог явился Моисею, потомку Авраамову, Он говорит, послушай меня, я благословлю евреев и тебя благословлю, только заради Авраама, отца, правотца твоего, потому что с ним я заключил завет. И здесь я не ради тебя, и даже не ради их в Египте, а здесь ради друга моего Авраама. Я пытаюсь все эти пазлы собрать вместе. Так что же такое с этим Авраамом, и кто же такой этот Авраам? И отвечая на это, знаете, я хочу подчеркнуть одно. Читая эту жизнь, у меня вопрос, а ты могла бы прожить жизнь Сары? Вот со всеми вытекающими. В какой момент у тебя сдали бы нервы? К мужчинам обращаюсь, а ты мог бы прожить жизнь Авраама, пройдя через все. В то время, когда Бог поменял твое имя и добавил еще одну букву А, то есть на Востоке было понятно, когда здороваются, ты кто? Там же имя не просто для слогана, не просто чтобы звучало, оно что-то значит. Якову приходилось имя, ты кто? Обманщик, а ты кто? Праведник. Авраам, ты кто? А я отец многих народов. Ну, хозяйство вижу, рабов, рабынь вижу, а многие народы где? А пока нет. Так ты на календарь посмотри, ты на возраст посмотри, ты что имеешь в виду? Авраам с двумя буквами А. А, у тебя на сколько хватило бы веры? У нас до понедельника не хватает, у нас на три дня не хватает ни веры, ни терпения, ничего другого. Я говорил в качестве примера, как-то у меня камни в почках, там зашевелились, естественно, я тут у камина покрутился, жена смилосердилась, отвезла меня в госпиталь. Врачи спрашивают, болит? Да. Скажи, как? А специалисты учат, там врачи спросят тебя от одного до десяти. Если ты скажешь по-мужски, да так себе, там на троечку, кефир дадут. А скажешь восемь, девять, уже все зашкаливает, укола дадут, и три минуты, и боли не будет. Ну, естественно, я как достоинный мужчина, что вы думаете, выбрал кефир или укол? Ну, понятно, чтоб не болело. Собственно говоря, у нас в семье так, что-нибудь заболит, там иногда у Нелли не здоровится голова, или что. Вот ее подход. Перетерплю, но таблетки последнее, что буду делать. А мужчина, знаете, у них боль, где на мизинце пальца. Только что-то зачесалось. Дай таблетки, помираю, не выдержу, дай бумагу завещание писать. Может, у вас не так. У нас светло, все-таки климат другой. Мы другие немножко там. Ну, как-то так. И я к чему говорю, друзья, теперь переводя на наш язык, на язык нашей темы. Встречаю седую, пожилую, морщинистую женщину. Знакомлюсь с ее судьбой. За голову хватаюсь. Как? Вы пережили жить с этим мужчиной, который жила, а что? Дети. С финансами там невероятно. Болезнь ребенка, за которым ухаживать, прочие дела. Вы, вы как могли? Что двигало вами? Что давало вам мотивацию? Она говорит, Бога чту, боюсь. Семью люблю, муж, а я все равно, я не знаю, как это объяснить. Он вот вредничал. Я любила. Я смотрела на него и внутри чувствую, не могу бросить, люблю. А потом встречаю других барышень. Ты что хлопнула дверью? Ты что ушла? Кофе не принес в кровать. Как жить с этим мужчиной? Ей принес, той принес, а мне деньги на педикюр не дал. Ты бабушку не спрашивала, как она в колхозе картошку доставала? Я иронизирую немножко, друзья. Романтика имеет место быть. Мы живем в другой цивилизации. Все нормально. Я поднимаю лишь один вопрос. Почему так случилось, что у нас такая низкая планка терпимости? Почему любая мелочь взрывает нас? Почему мы выходим из себя? Почему мы не способны пройти? И я сейчас думаю об Аврааме. У него было, наверное, 50-70 вариантов бросить престарелую Сару и во исполнение воли Божьей и великого замысла молодую найти себе, плодовитую. А он так не сделал. Я думаю, ради справедливости перед Богом 150 раз Сара могла бросить Авраама и сказать, разве можно с таким жить, с этим жить можно от гарема к гарему? А она прожила. Вы понимаете меня? Я совсем не пытаюсь как-то запачкать куда-то Авраама и Сару. Не в этом дело. Я хочу на противопоставлениях показать нам, что вот Библия показывает Авраама не только положительные звездные стороны, но и его недостатки, серые зоны в его жизни, которые тоже были. Он обычный был, без крыльев, не ангел, и Сара обычная была. В чем их геройство и подвиг? В том, что несмотря ни на что, они держались друг за друга. Если падал один, поднимал другой. Если другой падал, поднимал первый. И они потихонечку, шаг за шагом, шли вперед во славу Господа. И они герои. И они герои. И подвиг не в том, чтобы открыть дверь и швырнуть чемоданы, а подвиг в том, чтобы остаться, пройти через эти серые мрачные будни, выдержать и до победы идти вместе во святые небеса. И у меня вопрос, что двигало ими? Ответ. Двигала любовь. Тогда другой вопрос, а что такое тогда любовь, которая вот так мотивирует человека, вот так созидает человека, вот так объединяет отношения человеческие? И вдруг я обращаюсь к апостолу Павлу, который пишет нам. Фактически он не нам писал, мы уже читаем. Он писал для церкви в Коринфе. Что такое Коринф, те, кто изучали историю, знают. Это очень развратный город, трудно найти в Америке такие города. Туда приплывали корабли и оставались зимовать. И эти мужчины брутальные, такие ожидающие страстей, удовлетворения, походи, носились табунами по городу. Соответственно, отсюда возникли храмы языческие, храмы любви и нужное количество жриц, которые ублажали и отвечали требованиям мужских страстей. И все это было поставлено на поток. Рекламы на перекрестках, направления, где дают любовь, где получаешь любовь, где обретаешь удовлетворение страстей. Все это было в этом самом городе. И вот туда зашел апостол Павел с непопулярным Евангелием и принес его. И, о чудо, люди начали обращаться к вере, образовалась церковь. И когда апостол писал свое первое послание, первое письмо церкви в Коринф, вы помните, что он писал? Он посвятил всю 13 главу. Он говорит, если у тебя есть то и то и то и то по списку, и ты очень крутой парень, но если любви нет, то не важно твой бизнес и не важно твои успехи в церковном служении, не важно. Вот если любви нет, то ты медь звенящая. И потом, чтобы не было казуистики, апостол Павел пытался пояснить, знаете, так математически. Вот взял этот предмет любовь и пытается объяснить, а что такое любовь? Это, как мы уже с вами говорим теперешним языком, ощущения пропали. Вот нету ощущений, которые так к горлу подходили, дыхание забивали, когда я смотрел, расплывался, пьянел. Сейчас мне пьянею. Пастор, что делать? Чем подпитать это самое чувство? И вдруг апостол Павел пишет совершенно о другом. Послушайте, любовь долго терпит. Вы представьте, на секундочку приходит к вам босс и говорит, классная вы семейная пара, хочу почтить вас, вот вам билеты на Гавайи, на недельку, поотдыхайте. Он приходит жене, говорит, и у жены тут все поднялось от счастья. Рума, едем, летим отдыхать. И вот они прилетают, их первый вечер, все включено, наедки, напитки, свежевыжатый сок, они сидят, смотрят на закат, слушают этот шум, волн, все красиво, и он смотрит на ее пенящие глаза, она на него, и она спрашивает, ну что ты, милый, чувствуешь, любишь? Он говорит, люблю, терпеть не могу. Как ты это все ощущаешь? Терпения не хватает, терплю, дорогая, терплю вот это все. Это странно звучит, не так ли? Потому что вот это состояние, его терпеть не надо. Но почему Павел говорит о любви, в которой есть элемент терпения? Он говорит о любви, которая покрывает, покрывает что? О любви, которая не превозносится, не превозносится над чем? О любви, которая прощает, прощает что? Заканчивая свое послание, Павел говорит, я говорю о любви, которая не перестает. Вот это эмоциональное все наслоение, оно, оно вот как, как волны, как пена на океане. То поднимается, то опускается. Пена есть, да, но это не основополагающее. Если волны нет, то пены нет. Должно быть что-то другое там, должна быть волна, волна, которая есть, которая бьет, которая несет, которая увлекает. И потом уже весь этот антураж. Но если гоняться только за пеной, без сути, тогда это что-то не то. Так вот я обращаюсь, друзья мои, к определению любви, о чем и говорит апостол Павел, о чем мы с вами рассуждали. И у меня есть несколько заключений. Мирской подход к любви, это просто любовь, которую берешь. Вот я хочу любви и хочу ее иметь. Хочу, чтобы мне дали, чтобы дали много, чтобы давали всегда, чтобы давали взахлеб. Апостол Павел останавливает меня и говорит, дорогой, у тебя есть дети, жена, друзья, церковь. Ты хочешь осмыслить это великое чувство любовь? Хочу, Господи. Люби. А что такое любовь? И апостол Павел пишет одной филосилонийской церкви, зная ваш труд любви. Оказывается, любовь это труд? Да. И вдруг я пытаюсь вглядеться в любовь к Христову, и он на кресте, как бы провозглашая, кричит, Отче, прости им, ибо не знают, что творят. И я тогда пытаюсь поставить сопоставить послание апостола Павла, где он пишет, любовь прощает, она покрывает. И вдруг я вижу прощающего Христа не за чашечкой ковы, а склонившись у ног Иуды, омывая ему ноги. И как бы апостол Павел говорит, дорогой, хочешь увидеть любовь в действии, хочешь увидеть труд любви, вот он, омывающий ноги. Хочешь еще увидеть? Посмотри на крест, на возглас Христов. Они все улюлюкают вокруг, а у него есть столько мотивации внутренней, глубокой, духовной. Это не бабочки в животе. И он говорит, покрой их, Господи, Отче, прости им. Они делают глупость, да, но они не соображают, что они делают. Вот она, любовь, библейская, которую мы потеряли. Мы на нее смотрим с другой стороны. А если хотите, Господь дал нам в пример, фактически, почему мы здесь. Потому что мы отреагировали на Его любовь. Мы точно знаем, что мы не святые. Мы точно знаем, что шкодничаем. А почему снова идем? Почему снова приобщаемся к телу и крови Господней? Потому что где-то в глубине души мы знаем, это Его любовь, которая прощает, которая покрывает, которая не помнит, которая не поставляет на вид, которая не упрекает, которая не говорит, и ты снова, которая не говорит, и ты всегда, и ты постоянно такой. Поэтому мы реагируем на Господнюю любовь. А еще есть одно, одно проявление любви, божественной любви, которое мы видим, знаете где? У женской кроватки, у материнского, у материнской кроватки. Это материнская любовь. Она никогда не требует взамен. Она никогда не расчетлива. Она всегда дает. И представьте ситуацию, вот эту романтическую ситуацию у материнской любви, когда с трудом к 11-12 она уложила детей. Один брыкается, тот проснулся, тот лег, тот чихает, тот еще что-то хочет. Наконец оно счастье улеглось. Проходит час-другой, кто-то вскакивает, третий ребеночек, у него там насморк, живот крутит. Ему одновременно и в туалет надо, и кушать кашу надо. Она одной рукой дайперсы меняет, другой рукой кашу заваривает. В полусонное, полусонное, пытается пнуть мужа, ну может быть, у тебя там силы. Так он на стройке был вчера, завтра в шесть вставать, не трогай, добытчика денег. И она понимает, и на кухню, разгребая глаза, продирая глаза, пытается кашу варить. Это что? Где здесь вот это чувство бабочек и остального всего? Это любовь. Божественная любовь в действии. Любовь как труд, любовь как служение, любовь как безусловность, любовь как данность и даже обыденность. Это то, что держит, это любовь, которая держит семью, которая создает жизнь, которая производит божественное определение в мир. Равно как и Христова любовь, спасшая этот мир. Через минуточку-другую мы будем молиться, друзья мои. Мы говорили об альтернативной библейской любви, о любви, которая является некой антитезой к любви этого мира, к понятию любви. Мы говорили с вами о любви, которая совершенно противопоставляется любви Коринфа, Голливуда и всего этого шумного и пестрого мира. Это та любовь, которая не перестает, потому что иная любовь заканчивается, иная сгорает, перегорает, выгорает, ее нет, она проходит, ну что не знаешь, откуда появилась и куда ушла. Мы говорим о другой божественной, которая когда заканчивается, то апостол Павел говорит, послушайте меня, Бог излил наши сердца Святого Духа. Это не духа страха и паники, что будет в понедельник, смогу ли я это пережить, могу выдержать. Не этого духа, а духа, который любит. Духа силы, духа любви, духа целомудрия, это то, что от Бога излилось в твое сердце, поэтому мы стоим здесь и убеждаем друг друга в том, что от божественного духа, от его божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, и любовь Божья, божественная, излилась от Святого Духа в твое сердце, и она переполняет тебя, как вулкан, она бурлит внутри тебя, вот максимально, насколько ты смиряешься, настолько возвеличивается в тебе Господь. Мы говорим о библейской, святой, божественной любви. Давайте поднимемся. И все-таки формулируя ответ на заданные вопросы, я, наверное, хотел бы сказать так. Здесь мужчины и женщины, мужья и жены. Я на секундочку обозначусь. Что хочет во всем этом женщина? Женщина хочет, чтобы ее любили, то есть принимали и восхищались. Что хочет мужчина? Мужчина хочет, чтобы его любили, уважая и почитая. Что хочет женщина, когда думает о любви? Она рассчитывает на безусловную любовь. Даже если что не так, чтобы ее безусловно любили. А что хочет мужчина? Мужчина хочет, честно вам скажу, чтобы его безусловно уважали. Даже когда накосячил. Даже если все пойдет не так. И все, кто рядом, скажут, эх ты! Чтобы был единственный человек в мире, куда он может прибежать. Это его любимая жена, которая станет рядышком и скажет, и пусть весь мир подождет. «Я на твоей стороне!» Он хочет, чтобы его поддерживали и уважали безусловно. Я думаю, что слезы, женские слезы, это реакция на недостаток любви. Они объективны. Точно так же, как я думаю, что гнев и агрессивность мужчины это объективно реакция на недостаток уважения. Поэтому, что мы можем здесь делать сейчас? Мы, мужья, можем согласиться с апостолом Павлом, который сказал, мужья должны любить своих жен. Потому что наши жены рассчитывают на безусловную любовь и принятие. Мы с вами должны любить безусловной любовью наших жен. Жены, потому что у мужей нет другого, нет других. Им необходима ваша поддержка и ваше уважение. Они рассчитывают на вашу безусловную поддержку и ваше безусловное уважение. Поэтому апостол Павел говорит, жены должны почитать своих мужей. Слово такое должны жены уважать, переводя на более понятный для нас язык. Кто-то из мудрых сказал, это я, мужским мужчинам, жена предпочитает быть больше красивой, чем умной, потому что мужчины больше видят, чем соображают. Так это или нет, но, наверное, это важно. Поэтому восхищайтесь, замещайте и любите. Я даю себе отчет, здесь стоит та самая женщина, которая меня слушает и видит. Стараюсь. Когда-то один из бывших президентов, жена одного из бывших президентов Украины своему мужу говорила, батя, я стараюсь. Это я про Януковича, Валер, извини. Или его жену. Давайте будем стараться, и Бог поможет. Главное, чтобы были правильные ориентиры. Главное, чтобы мы не ориентировались, что нам должны, а чтобы мы ориентировались на то, что должен я, что должен ты, что должна ты. И поверьте, Господь на нашей стороне, Он благ, и Он нам поможет, потому что любовь Бога изливалась, изливается и будет изливаться Святым Духом в наши сердца. Помолимся. Дорогой наш Господь, мы к Тебе приходим. Мы перед Тобою стоим, Господь. Мы здесь, потому что Твоя любовь излилась Святым Духом в наши сердца. Мы здесь, потому что однажды встретились с Твоей божественной, безмерно жертвенной любовью, и не устояли, пали, преклонились, приняли, благословились, получили благодать, безмерную и всеобъемлющую. И теперь рассчитываем на Твою милость и на Твое благословение. Мы здесь, Господи, потому что одна из женщин однажды согласилась вместо аборта родить, вместо отверженности принять. И Ты дал жизнь, и Ты послал благодать, и Ты направил в ожидающее чрево, и Ты послал к распростертым рукам, способных принимать, обнимать, целовать и благословлять. Мы выросли, и мы здесь стоим в Твоем присутствии, теперь рядом с нами наши близкие, те, с которыми суждено нам идти по жизни, Господи. И мы смиренно просим, благослови нас любить, благослови нас трудиться, благослови нас быть самоотверженными, благослови нас жертвенными быть, благослови нас посвящаться безусловно и бесконечно, даже до смерти и смерти крестной. И пусть во всем этом прославится Твое святое имя. И пусть на этом фундаменте созидается романтика, созидается яркость и многообразие прочих отношений на фундаменте любви, жертвы и принятия. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok